Теперь здесь остается добавить по одному прутику к основным стоякам и сделать загибку, чтобы закрыть вот эту часть корзины. Для этого нужно набрать 16 прутив примерно такой же толщины или можно чуть-чуть потоньше и сделать срезы с внешней стороны загиба прута. То есть вот прут как бы загибается в эту сторону и вот здесь я делаю срез. Затем вот таким вот образом мы вставляем прутья в боковую часть. Вот я сделала срезы и вставила дополнительные стояки и теперь вот эту часть нужно как следует размочить, потому что загибка она потребует хорошей гибкости прутьев. А сейчас я покажу загибку, которая называется ложная коса. Для начала нужно будет все прутики загнуть друг за друга. Вот здесь оставляем небольшое место, чтобы загнуть последний прут. Теперь вот этот вот. То есть двигаюсь я в правую сторону. И наклоняю как бы за соседний стояк, за соседнюю пару. Это делается для того, чтобы вывести прутья как бы на боковую часть. Итак, вот я загнула все прутья. И сейчас нужно заправить последний. То есть вот сюда у меня просто, к сожалению, шила нет. Я поставлю спицу. Сюда вставляется шило. И аккуратненько по одному пруту выводим последнюю пару, чтобы прутья не сломать. Спицу можно убрать. И дальше второй прут. Сюда же. Так. Вот таким вот образом. После того, как вы это сделаете, у вас все прутья будут как бы сбоку. Выведенные. Из-под каждого стояка по паре прутьев. Так как я доставляла вторые стояки. Так. А дальше мы будем плести косичку. Только не очень сложно, потому что в плетении есть очень сложные косы. Из большого количества прутьев в ширину. Сейчас я покажу простейшее, поэтому она в принципе и называется ложная коса. Итак, я буду заправлять сначала. То есть я буду пару считать как один стояк. Для того, чтобы просто удобно мне было. Объяснить. Итак, я заправляю стояк за следующий. Двигаемся справа налево, так как направление против у нас справа налево. Так. Дальше я заправляю. Оставляем немножко вот здесь место. Дальше я заправляю следующий за соседний. После этого мне нужно вот этот хвостик, который у меня остался от первого, заправить вот сюда. Чтобы он вышел как бы внизу самой загибки. Затем я работаю со следующим стояком и мне нужно его провести под соседним. То есть вот таким вот образом. И вот когда вы это сделаете, вы увидите, что у вас хвостики вышли под вот этим местом. То есть фактически под третьим стояком. Потом мы их обрежем и их совсем не будет видно. Так, теперь мне нужно вот эту пару убрать вот сюда вот. Так. Дальше я вот этот стояк провожу вот здесь. Таким вот образом. Затем вот эти вот два убираю вниз. Ну и так далее. То есть не путаем главные вот эти пары с остатками прутьев, с хвостиками. То есть вот эти стыки мне нужно заправить за вот эти. Так. Затем убрать хвостики. Вот сюда. То есть вот они уже выходят, хвостики. Их просто нужно будет обрезать. Итак, вот я подошла к тому месту, где у меня осталось два основных стояка. То есть вот этот первый я должна завести вот сюда. Так, хвосты мы пока не трогаем, которые внизу остались. А последний мне нужно будет завести за уже заправленный. То есть вот сюда. Так, осторожненько. То есть аккуратно нужно поставить шило и заправить стояк. Рекомендую перед заправкой последнего стояка хорошо работу размочить. Потому что, как правило, вот в этих местах прутья ломаются. Так, вот я делаю заправку. Направляю аккуратненько по одному прутику. Так, и вот еще один. Сюда же. Так, убираем. Так, теперь у меня осталось три хвостика. Вот первая пара, вот вторая. И вот третья, которую нужно заправить под соседние пары. То есть вот этот заправляется вот сюда, только вовнутрь. Можно помогать себе шилом. Ну, я спицей, потому что у меня просто шила нет толстого. Так, вот сюда вставляем шило или спицу. И вот эти хвостики аккуратненько заправляем вот сюда. По спице или по шилу, если вы с шилом работаете. Так, вот одну пару я заправила. Теперь вот эта пара убирается вот сюда, аналогично. И последняя убирается вот сюда, только вниз. Ничего здесь сложного нет. То есть сейчас я доделаю, и в принципе будет все готово. Только нужно будет обрезать аккуратненько вот эти вот хвостики. Итак, вот я закончила. То есть теперь остается обрезать прутья. Здесь нельзя обрезать очень коротко. То есть чуть-чуть оставляйте, иначе вот здесь они будут попадать. То есть как-то вот немножечко вот так. Ну, потом чуть-чуть еще подрежу. То есть где-то примерно вот на этом уровне нужно прутики обрезать, чтобы они из-за гибки не выступали.